Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наше занятие будет посвящено тому, как достичь на самом деле, что делать для того, чтобы достичь любой цели. И в прошлый раз мы с вами говорили об этой удивительной системе, системе, при помощи которой можно, можно на самом деле достичь абсолютно всего. И что это такое? Мы говорили с вами в прошлый раз о ручке. Сегодня я вам просто напомню о том, что эта ручка для меня, для человека, выглядит ручкой. А для собачки она выглядит игрушкой-палочкой. Если собачка придет сюда, и я покажу ей эту штучку, собачка, скорее всего, ее пожует, возьмет в зубы, погрызет. И для собачки это не будет ручкой, в смысле предметом, который мы им пишем. Для собачки это будет обычная палочка, хрустящая, и если в один и тот же, в одном и том же месте один и тот же предмет выглядит для меня, для человека и для собаки по-разному, то откуда тогда происходит этот предмет? Откуда происходит ручка? От меня или от ручки? От того, кто смотрит на ручку или от нее самой? И обычно люди говорят, и мы с вами в прошлый раз об этом поговорили, что, скорее всего, вы скажете, что это не происходит от самой ручки, потому что если бы это было так, то собачка увидела бы ручку и взяла ее и написала письмо своей подружке. Может быть, стихи записала, не знаю. Но если собачка не видит этот предмет как ручку, то, скорее всего, это происходит от меня, от того, кто смотрит. И мы говорили о том, что в нашем сознании есть что-то, что заставляет нас видеть этот предмет как ручку, а в сознании собачки есть что-то, что заставляет ее видеть тот же самый предмет в тот же самый момент. Игрушка. И это что-то, что есть в моем сознании. Учителя называют, в древних писаниях сказано, что это, можно сказать, семена или отпечатки. Это следы отпечатки. Когда мы идем по песку мокрому, наши босые ноги на берегу моря оставляют отпечатки. И такие же отпечатки остаются в нашем сознании. Когда мы что-то делаем другим людям. Или что-то говорим. Или что-то думаем про них. И эти наши действия, они создают в нашем сознании отпечатки. Мы еще можем их назвать семенами, потому что они очень похожи на обычные семена. Потому что эти семена, так же, как обычные семена в грядке, если вы посеяли, например, я не знаю, огурцы в грядку, хотите огурцов, посадили в грядку семена, и сразу такие, я посадила вчера семена, почему сегодня нет огурцов? Почему еще нет у меня огурцов на грядке? Мы знаем, что это требует времени, чтобы огурцы выросли. И точно так же наши ментальные семена. Они требуют времени. Нужно время, чтобы семена выросли и создали результат. И здесь два аспекта. Что такое результат? И как он создается? И как это выросли? И давайте поговорим сначала о том, что такое результат. И результат, если это ручка для меня, то это результат. И результат в моем сознании. Маленькое семечко. Мы скажем, семена. Это, когда созрело, оно трескается, из этой трещинки, как из яйца, вылупляется, выпрыгивает. Маленькая картинка, сотканная из света. Маленькая, где-то сантиметра, полтора. И эта картинка соткана из света, и она выпрыгивает очень быстро. Вот так. И надевается на эту ручку снаружи. Как пальто. На вас. Это происходит очень-очень быстро. 65 раз в одно мгновение. В один щелчок пальцами. И это происходит вот так. Наделась семена, и я вижу ручку. И поскольку это очень-очень быстро, то мы не можем это увидеть. Мы не замечаем. И для нас это становится как будто как фильм из картинок. Фильм же, да, мультики. Может быть, вы помните, раньше рисовали мультики от руки на бумаге, карандашиком. И потом очень-очень быстро эти листики, такая была детская у нас игра, эти картинки можно было быстро-быстро так пролеснуть, и создавалось впечатление, что человек идёт, человек двигается. Там рисуешь человека, у которого нога выше, 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 потом ниже, 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 ниже. И как будто человек идёт топ-топ-топ-топ-топ-топ. И точно так же происходит это с нашим сознанием. 65, 65, 65, 65. И я вижу ручку. И я вижу ручку, которая здесь есть. Как будто сама по себе ручка. Как будто она происходит со своей стороны. Но штука в том, что это происходит из меня. Это из меня выпрыгивает, из моего сознания выпрыгивают семена и надеваются на эту ручку. И я вижу ручку. Хорошо. Происходит это, допустим, так. Но я сказала, что семена растут. Как это? Это так же, как обычные семена. Это же не значит, что если я делала что-то, давала кому-то ручку, то теперь у меня должна быть одна большая ручка. Нет. Но если я посеяла семя дуба, жёлудь, в землю, то я знаю, что вырастет дуб. И не вырастет берёза, и не вырастут огурцы из жёлудя. Из дуба, из жёлудя вырастет только дуб. И это первый закон семян. Если я посеяла жёлудь, вырастет дуб. Не вырастет ничего другого. Если я посеяла лимон в землю, в горшок, у меня вырастет лимонное дерево. Не вырастет персиковое дерево, например. Первый закон. Что посеешь, то и пожнёшь. Результат будет точно таким же, как наш поступок. Как это связано? Если я делаю что-то другому человеку, мои глаза, видеокамеры, видят, моё сознание осознаёт, моё уши слышат. Как я делаю что-то другому человеку? И это создаёт запись, отпечаток в моём сознании. Такой след. И дальше этот отпечаток, это семя. Мы говорим, это семена. Эта семечка, оно растёт. И это требует времени. И потом, когда оно созрело, оно открывается, и я вижу результат. То же самое. Если я кому-то сказала что-то приятное, мы говорили в прошлый раз об этом. Если я кому-то говорю что-то приятное, это создаёт отпечаток в моём сознании. Потому что, когда я говорю человеку что-то приятное, я хочу сказать ему что-то приятное, искренне. И я вижу себя, говорящий приятное, вижу этого человека, я вижу, как его лицо начинает улыбаться постепенно. Его лицо от такого становится вот таким. И я слышу, как мои слова вылетают из моего рта и в поле ходят ко мне в уши. И я говорю, спасибо тебе за то, что ты сделал вот то-то для меня. И это попадает в мои уши, и я слышу. И таким образом, моя видеокамера записывает всё происходящее. И так сеются семена. Семя посеяно. Скажем, я посеяла огурцы. Требуется время, чтобы эти огурцы созрели, чтобы растение выросло. И может быть, я посеяла огурцы, а потом в эту же грядку я забыла и накидала чего-то другого. Посеяла туда гвоздики, например, цветы какие-нибудь, ещё чего-нибудь. А потом, может быть, ветер подул, из соседней крапивы туда налетели семена крапивы. А может, одуванчик прилетел. И потом у меня в этой грядке чёрт с чего выросло. И каждый раз, когда что-то происходит в моей жизни, это происходит только единственно из моих семян, из отпечатков в моём сознании. И оно всё время разное, то хорошее, то плохое. Потому что я делаю другим людям разное, то хорошее, то плохое. И как это применить? Делать людям больше хорошего. И тогда моя видеокамера, которая записывает то, что я делаю, она запишет хорошие вещи. И это создаст отпечаток в моём сознании. И хорошие вещи, хорошие вещи, я буду получать от других людей. И ещё кто-то называет эту систему системой бумеранга. Это не совсем так. Но есть что-то общее. Когда я бросаю бумеранг туда, и он такой шух-шух-шух-шух-шух-шух, и возвращается с другой стороны. Я делаю что-то хорошее одному человеку, а другой человек почему-то делает мне тоже что-то хорошее. То же самое. И мы помним первый закон семян. Я получаю обратно то же самое. Это то же чувство, которое я дала другому человеку. То же ощущение внутри. Это первый закон. Второй закон. Семена растут. Если я посеяла в землю жёлудь, посадила, то вырастет дуб. Жёлудь. Вот такой. Ну, максимум. Меньше даже. Вот такой. А дуб? Дуб огромный. Дуб весит несколько тонн, наверное. А жёлудь весит 10-15 грамм. И штука в том, что наши ментальные семена, семена в нашем сознании делают то же самое. Они растут. И если я делаю какому-то человеку что-то маленькое, чуть-чуть, то обратно я получаю что-то огромное. То же самое. То же самое. Первый закон. Я получаю то же самое чувство. То же самое. То же самое штуку. И второй закон. Только больше. Я получаю то же самое, только больше. И то, что это требует времени, оно немножко путает нас. Мы забываем о том, что мы делали. Если бы мы бросили бумеранг и сразу прилетел он нам по башке, то я бы сразу поняла, о, точно, это я бросила. Но дело в том, что проходит много времени. Неделя, две, три, а иногда годы. Я забываю, что я делаю. И потом я... Тсс! Что это было? Кто меня ударил? Я забыла, что я бросила бумеранг, что я ударила кого-то другого раньше. Но если я знаю, я знаю про закон себя, то я могу понять, откуда мне прилетело, почему мне прилетело. Потому что раньше я сделала что-то точно то же самое, только маленькое. И это второй закон. Если мы знаем законы природы, то мы можем использовать их. И если мы знаем законы семян, мы можем использовать их. И наша задача – использовать их так, чтобы наша жизнь стала счастливой. Я вообще думаю, для чего мы рождены, для чего мы живем. И мне кажется, что мы живем для того, чтобы стать счастливыми людьми. И если я буду действительно счастлива, то другие люди придут ко мне и скажут, как ты это делаешь, а? Научи нас. Мы тоже хотим быть такими же счастливыми, как ты. И тогда я смогу поделиться с ними этой системой. И тогда они тоже станут счастливыми людьми. И тогда счастливых людей в мире станет больше. И тогда к ним придут другие люди и скажут, э, подожди, как это ты таким счастливым стал? Слышь, научи нас. Мы тоже хотим. И тогда эта штука будет распространяться по всему миру. И все люди станут счастливыми. И мне кажется, это неплохая идея. Поэтому я делюсь этой идеей с вами. Итак, это второй закон. Мы с вами уже знаем два закона семян. Их всего четыре. И третий закон. Если ничего в землю не посадил, ничего не вырастет. Представляете? Хочу, например, я огурцов. Сижу перед грядкой и медитирую. Ом, огурцы вырастаете, вырастаете огурцы. Визуализирую, как огурцы вырастают из грядки. Смотрю. Нет огурцов. Может быть, мантры почитать? О, нет. Я слышала, надо вокруг грядки ходить и читать молитвы. Мы можем делать разные, разные, разные вещи. Но если мы не посеяли огурцы, огурцы не вырастут. Только если случайно птичка, которая съела до этого огурец, не пролетит и не покакает над грядкой. Такой тоже может быть теоретически. И это единственный способ, как вырастают огурцы, если семена попадут в грядку. Больше никак. К чему это? К тому, что я раньше очень хотела создать хорошие отношения. Я очень завидовала другим людям, у которых были хорошие отношения. Думала, ну как же так? Ну почему же у них хорошие отношения у меня нет? Я не знала ничего про семена. Я только ходила и завидовала. Но я не создавала причину для хороших отношений. Я не сеяла семена огурцов в грядку, в свое сознание. Я не сеяла семена хороших отношений. Но мое сознание, оно как грядка. Я туда могу посеять семена того, чего я хочу. И если я хочу хорошие отношения, я могу просто их посеять. И мне не нужно ходить и искать чего-то. И не нужно читать молитвы, мантры, медитировать, танцевать, я не знаю, что-то еще делать. Нужно просто посеять семена. И они обязательно взойдут. И это четвертый закон. Если семя посеяно, оно обязательно взойдет. У наших с вами ментальных семян единственное есть отличие от обычных семян огурцов. Обычные семена иногда, бывает, не всходят. Ну, говорят, некачественные семена попались. Посеяла огурцы, и не выросли огурцы. С ментальными семенами такая штука не проходит. Если я посеяла семена огурцов, огурцы вырастают 100%. Ну, в смысле, результат на моем сознании. Ментальные семена имеют 100% вхожесть. В схожесть. Если я посеяла огурцы в свое сознание, в смысле, сделала какому-то человеку что-то хорошее, то же самое, первый закон, хорошее, только больше, второй закон, обязательно ко мне вернется этот четвертый закон. Обязательно вернется. И это четыре закона ментальных семян. И мы можем их использовать для того, чтобы сделать свою жизнь счастливой. И для того, чтобы сделать жизнь других людей вокруг счастливой. Как? Как же это сделать? Вообще-то хочется. Вообще-то звучит неплохо. Ну, мне нравится. Я хочу стать счастливым человеком. Я хочу, чтобы мои близкие были счастливы. Я хочу быть здоровым человеком. Я хочу, чтобы мои близкие были здоровы и жили долго. Я хочу быть красивой. Я хочу иметь хорошие отношения. Я хочу осознавать, что я приношу большую пользу обществу. Я хочу, чтобы у меня внутри была гармония и вокруг меня была гармония. И если это все я могу сделать, если я правда могу это сделать, даже, даже если хотя бы есть какая-то возможность это сделать, то я хочу знать, как. И я хочу попробовать. Я хочу попробовать это сделать. Потому что мне, для меня лично, это неплохая цель. Нас заслуживает того, чтобы попробовать. Если есть возможность. Потому что я уже попробовала много способов и они не работают. Ну, то есть иногда работают, иногда нет. И мы говорим, здесь, в этой системе мы говорим, что если какой-то метод работает, то он работает всегда. И если он иногда работает, а иногда не работает, то это не является правильным методом. Это не причина. Смотрите, если причина какая-то, причина А, причина А вызывает результат В, если эта причина случилась, то результат должен быть обязательно. Если иногда эта причина случается, а результат не случается, значит, это не причина. А если всегда, когда есть причина, всегда случается результат, значит, это причина. Очень просто. И очень логично для меня. если, например, скажем, я посеяла семена огурцов, должны вырасти огурцы. Если я посеяла картошку в землю, посадила, то огурцы вырастать не должны. Если я посадила картошку, вырастают огурцы, значит, что-то не то. Мы очень часто принимаем за причину то, что причиной не является. но скажем, если я думаю, в чем причина, давайте на простом-простом банальном примере. В чем причина того, что машина едет? Ну, ключ. Я втыкаю ключ в замок зажигания, поворачиваю ключ, машина заводится, и я могу ехать. Выглядит так, что ключ это причина того, что машина сейчас поедет. Хорошо. И так выглядит. И можно было бы так подумать. Но какой-то день однажды я втыкаю ключ в замок зажигания, поворачиваю, а машина не заводится. И тут, о боже, выясняется, что ключ не причина. И тогда мне приходится выяснять, почему машина не заводится. Может быть, у нее просто закончился бензин. Может быть, сел аккумулятор. И тогда я иду, открываю капот и смотрю, что там не так. И оказывается, что под капотом у машины есть еще куча всего. И ключ это не единственная причина. Выглядит, на поверхности выглядит, что ключ это причина того, что машина едет. Но на самом деле есть более глубокие причины. И более глубокая причина например, аккумулятор. Под капотом. Он внутри. Его сразу не видно как причина. И точно так же это происходит в нашей жизни. Мы видим поверхностную причину и считаем ее причиной. Но это не совсем так. Потому что какое доказательство? Если воткнуть ключ в замок зажигания и повернуть, иногда работает, иногда нет. А если иногда работает, иногда нет, не причина. Причина по логике, по правилам логики, причина это то, что вызывает результат в 100% случаев. Иначе это не причина. Итак, давайте перейдем к практическому применению. Как конкретно я могу изменить свою жизнь, зная эти 4 закона? Предположим, да, я хочу попробовать. Да, мне нравится эта идея, но работает ли она? Может, она не работает? Может, это неправда? Я хочу проверить. И давайте посмотрим, как это применить практически, как это проверить. Мы говорили с вами о том, что нам нужно решить, чего мы хотим, и это сделать для того, посеять семена для того, чтобы оно выросло. Хочу огурцы. Мне для этого нужны семена огурцов и грядка. Сею семена огурцов в грядку, вырастают огурцы. И сегодня мы с вами познакомимся со второй четверкой. Первая четверка это 4 закона семян. И вторая четверка это 4 шага. Конкретно что делать? Делать 4 шага. Как? Шаг номер один. Нужно решить, чего ты хочешь. Я хочу, например, я хочу денег. Я хочу, чтобы моя зарплата выросла. У меня маленькая зарплата. Хочу больше. Шаг номер один. Осознай, реши, пойми, чего ты хочешь. Ну, хорошо, если это искреннее желание. Это не обязательно, то есть даже лучше, чтобы первое тренировочное желание не было грандиозным. Хочу, например, мир во всем мире. Или там, хочу, чтобы остановились все войны. Или хочу, чтобы весь мир исцелился от коронавируса. Это хорошее желание, это хорошие цели. Давайте начнем с чего-то простого и касающегося вас, вас лично. Я, например, хочу, чтобы моя зарплата выросла. Денег хочу больше. Простое желание, понятное и, ну, искреннее. Хочу больше денег. Шаг номер один сделан. Всего четыре шага. Шаг номер один. Реши, чего хочешь. Шаг номер два. Мы говорили, что то, что я говорю, делаю, или даже думаю, по отношению к кому-то другому, создает отпечаток в моем сознании. Значит, мне нужен кто-то другой, чтобы этот отпечаток я могла создать. И шаг номер два. Это найти другого человека, который хочет того же самого, у которого есть такое же желание, такая же цель, такая же мечта. Я хочу, чтобы у меня было больше денег. Мне нужен человек, который тоже хочет больше денег. надо найти. Это шаг номер два. Я нахожу какого-то человека, который тоже хочет, чтобы его зарплата стала больше. Или, скажем, это может быть, например, продавец на рынке, который продает картошку. Если я вас спрошу, хочешь денег? Он скажет, да, хочу, конечно. Значит, он подходит мне. И дальше, что мне нужно делать? Если я хочу больше денег, значит, я должна, я помню первую четверку, все, что я говорю, все, что я делаю другим людям, возвращается ко мне тем же самым. Только больше. Вторая. Второй закон. То есть, если я хочу денег, я должна кому-то другому дать денег. И тогда ко мне вернется то же самое, только больше. отлично. Я выберу какого-то человека, который хочет денег. И дам ему денег. И скажем, это создаст отпечаток в моем сознании, и потом ко мне вернется больше денег. Хорошо. Я какому-то человеку, может быть, продавец на рынке, а может быть, скажем, моя подруга, которой сейчас очень нужны деньги, у которой большая проблема с тем, сейчас у нее в этот кризис недостаточно средств для того, чтобы кормить своих детей, и ей нужны деньги. И я тогда думаю, отличный повод попробовать эту систему. И дам-ка ей денег. У меня не очень много денег, но я хочу больше, я хочу попробовать систему, и я попробую на ней. Она достойный, мне кажется, человек, чтобы ей помочь, и мне хочется ей помочь, и это важно, что мое желание помочь должно быть искренне. Я хочу ей помочь. И дальше, что происходит? Это второй шаг, найти человека, который тоже хочет денег, или того же самого. И дальше, я составляю план, как я ей помогу. Я ей дам денег, сколько же ей дам денег, а как ей дам денег, а что ей скажу, все эти штуки в своей голове и думаю, как это сделать? Составляю план. И это все еще шаг номер два. Найти человека и составить план. Шаг номер три это сделать это, просто пойти и сделать. И скажем, я дам деньги своей подруге. И я буду делать это осознанно, я буду думать о том, что я пробую эту новую систему. И когда я буду давать ей деньги, я буду помнить, что это крутая новая система. Сейчас я проверю, работает она или нет. Сейчас я дам этой моей подруге деньги. И посмотрю, что потом у меня вернется. И это я помню. И я просто даю ей деньги. Это шаг номер три. И шаг номер четыре очень важный шаг. Радоваться тому, что я сделала. Быть, правда, быть очень радостной от того, что я сделала. И самый хороший способ это вечером, когда мы ложимся спать, в нашей голове крутится много мыслей о том, какой был день, что произошло сегодня, как это было. и часто эти мысли не очень хорошие. Часто есть что-то, что вот этот человек мне сказал такое обидное, а я ему вот это. А вот это не то, что полезно для меня. Потому что то, с чем я засыпаю, это крутится в моей голове, пока я сплю. И может быть, вы замечали о том, что если посмотрите какой-нибудь страшный фильм перед сном, то потом могут сниться страшные сны, кошмары ночи. Или с какой мыслью засыпаешь, иногда с той же мыслью просыпаешься, такое тоже повречается. И учителя говорят, что когда мы спим, в нашей голове, в нашем сознании крутятся мысли. И крутятся те мысли, с которыми мы засыпаем обычно. И мы можем тогда использовать этот трюк. использовать этот метод. Если мысли в моей голове крутятся, я сплю, ничего не делаю. Но если я специально буду перед сном думать о том, как я дала деньги своей подруге, то всю ночь эти мысли будут крутиться в моей голове. И учителя говорят, что за одну ночь, то есть на самом деле каждые 24 часа семена растут. Это то, как они растут, они увеличиваются в два раза каждую ночь. То есть сегодня я дала своей подруге один доллар, завтра это уже два, послезавтра это уже четыре геометрической прогрессии, а потом это уже восемь, и на следующий день это уже 16 долларов я дала своей подруге, и потом 64, и так дальше, и дальше, и так семена растут, ментальные семена в моем сознании, и так и вырастает ментальный дуб, и если я посеял желудь, то дуб вырастет именно таким способом, значит, я могу это использовать, значит, для меня выгодно, полезно засыпать с хорошими мыслями, засыпать с мыслями, которые для меня будут полезными, знаете, как пить витаминки, пить полезные, есть полезные, полезную еду, только это еще еда к тому же и вкусная, она не просто полезная, когда мы думаем о приятном, что мы сделали сегодня хорошего перед сном, и если я смогу выработать эту привычку, вечером перед сном ложиться, так и вспоминать, ой, как это было, я сегодня отдала своей подруге деньги, и она такая, ой, спасибо тебе большое, она была так рада, и я помню ее лицо, я помню, какая она была счастливая, и слова, которые она мне говорила, и я это все буду вспоминать вечером, когда я ложусь спать, я буду засыпать этими мыслями, и тогда на утро эти семена вырастут, их станет больше, и как будто я не один раз дала своей подруге один доллар, а как будто я уже два раза дала своей подруге один доллар, что получается два доллара, и если я об этой же самой, этот самый случай буду вспоминать на следующую ночь, вечер, то тогда эти семена снова будут расти, и я могу один раз дать своей подруге деньги, и вспоминать об этом каждый вечер, и тогда эти семена будут расти очень быстро, это очень приятный, радостный способ, как быстро получить результат. Я знаю людей, которые сами без всяких этих знаний очень добрые, щедрые, и они много помогают другим людям, но большинство из них довольно несчастны, и они не получают того, что они дают другим. И часто люди спрашивают, ваша система неправильная? Я знаю, вот у меня соседка, она добрый человек, она кормит собак, она заботится о больных детях, она соседке бабушке больной старой носит продукты, у нее нет денег, и часто ей самой нечего есть, и она очень несчастна. И это только потому, только потому, что люди не радуются своим хорошим поступком. А часто может быть они даже расстраиваются, вот я сделала хороший поступок, а вроде зачем я делал, знаете, часто говорят такое, не делай добро, не получишь зло, и всякие другие вещи, типа такого. И когда мы делаем хороший поступок, а потом сожалеем о нем, вот я сделал хороший поступок, а этот человек недоволен, или этот человек меня не поблагодарил достаточно, он просто так, типа, принял и все, и не сказал ах, 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 спасибо тебе. и тогда мы как будто сожалеем, как будто вытаскиваем из земли обратно эти семена хорошие, и тогда они, если взойдут какие-то из них, то очень-очень-очень нескоро. И хороший способ, которым мы можем сделать, ускорить их рост, это радоваться хорошему поступку. Наша радость это как вода на семена. Мы поливаем, мы же сеем семена огурцов в грядку, потом нужно полить эти семена, или цветы мы сеем в грядку. Семена обязательно нужно полить, нужно, чтобы было достаточно солнышка, чтобы было достаточно удобрений в почве. и для наших ментальных семен это удобрение, вода, солнечный свет, это наша радость. И особенно эффективна она вечером перед сном, потому что это будет крутиться в моем уме постоянно, всю ночь и утром. Это очень-очень-очень быстро будет расти, каждое утро снова и снова будет вырастать. И этот метод четвертый шаг из четырех, самый важный радоваться своим хорошим поступком, особенно вечером перед сном. Тогда результат будет быстро. А результат тех людей, которые не радуются или принимают свои хорошие поступки как должное, что тоже свойственно нашей культуре. Не знаю, я выросла в христианской культуре и меня воспитывали так, что не радуйся своим хорошим поступком. Сделала, сделала. Хороший человек должен делать хорошие вещи. Вот думай о том, что ты плохо сделала. И что же будет, если я буду думать о том, что я сделала плохо? Я буду это выращивать в своей голове. Об этом будут крутиться мои мысли. Ничего хорошего не вырастет. Если я хочу, чтобы выросло что-то хорошее, надо концентрироваться на хорошем и радоваться этому. И мне нравится эта система тем, что она, мне много радости. И она приятная, радостная. И самое классное в ней то, что быстро получается результат. И ты тогда можешь сделать не только посеять семена огурцов, не только посеять деньги, ты можешь посеять все, что угодно. Давайте еще раз поговорим о том, как конкретно это происходит. Шаг номер один. Реши, что ты хочешь. Я решила, чего я хочу. Я хочу денег. И теперь я должна найти человека, который хочет того же самого. Второй шаг. Шаг номер один. Реши, чего хочешь. Шаг номер два. Найди того, кто хочет того же самого. Предположим, я нашла свою подругу, и я хочу ей дать деньги. Как это происходит? Давайте подумаем, разбираем сам процесс. Что это на самом деле? Как это? Мои глаза, видеокамера, она записывает происходящее. И я говорю своей подруге, я хочу тебе помочь. Знаешь, я хочу дать тебе деньги. Я знаю, что у тебя тяжелая ситуация сейчас. И я вижу, она говорит, ой, как здорово, спасибо. И она протягивает руку, и как это происходит? Мои глаза видят, как моя рука берет деньги, берет деньги, и кладет, моя рука тянется, и допустим, это ее рука, моя рука тянется, и кладет деньги на ее руку, и она эти деньги берет, и моя рука отпускает и уходит. и мои глаза это видят, и мои глаза видят, что теперь деньги в ее руке. Все, семя посеяно. Семя в моем сознании через мою видеокамеру посеяно. Так мы сеем семена. И если вы хотите денег, если вы хотите чего-то другого, вы можете этого добиться, это создать. Нужно просто посеять семена. Итак, подумайте о том, чего вы хотите. Напишите номер один, вашу цель. Подумайте о человеке, который хочет того же самого. Номер два. Составьте план, кому бы помочь. Выберите этого человека, и как вы будете ему помогать. Шаг номер три. Помогите ему. И шаг номер четыре. Радуйтесь. Вечером перед сном очень-очень радуйтесь этому событию. Я желаю вам удачи. Увидимся. Спасибо за то, что были вместе со мной сегодня.